Здравствуйте! Сегодня у нас разговор пойдет об одном, наверное, самым любимом и самым часто покупаемом цветке, это с пацифилами. Считается, что этот цветок приносит женщинам счастье. Те, кого, во-вторых, незамужней женщине бытует такое мнение, что если подарить незамужней девушке такой цветок, она обязательно выйдет замуж. Ну, насколько это правда или миф, сложно сказать. Итак, вы купили такой цветок. Что вы должны знать об этом цветочке? Во-первых, какие виды бывают такого вот, таких красавцев? Ну, я не буду вас занимать сложными латинскими названиями, могу сказать, в простонародье говорят так, что есть вот такой вот мелкий листый с пацифилом, которые вот узкие длинные листочки, цветонос такой достаточно высокий. Ну, в принципе, они у них у всех цветоносов возвышаются всегда над кроной, но листочки у него характерные, вот такие вот узколистные. Следующий, это называется среднелистный такой вот сорт, у которого листва более темно-зеленые. Лист, сам видите, покрывало листа гораздо шире, цветоносы более раскрытые. Ну, и, наверное, самый красивый вид – это вот такой вот гигантского типа листы, как он видный, то есть обильно цветущий, вот такой вот красавчик. Лист у него достигает размером где-то до 30 сантиметров, ну, то есть очень, конечно, красивый, и в квартире он смотрится очень богато. Так как же ухаживать за таким красавцем? Помните о том, что этот цветок в живой природе произрастает вдоль рек, ручьев и болотистых местностей, в прохладном, в теплом климате, с невысокими температурами, в затененном месте. Вот приблизительно такие же условия мы должны будем создать в квартире. То есть желательно для качественного роста температура не должна превышать больше 20-22 градусов, это зимой. Цветок, когда отцветает, чтобы заставить его повторно цвести, нужно создать ему вот такие температурные условия, когда температура будет не выше 16 градусов, 16-17, то есть он будет думать, что это наступает у него период покоя, как бы у него наступает зима, и затем вы его вносите опять в привычные условия, где температура 22 или 20 градусов, и он снова начинает у вас цвести. Дальше что еще? Он не выносит солнца. То есть на прямых солнечных лучах ему очень плохо расти. Рис сразу бледнеет, провисает, и вообще он чувствует себя некомфортно. Лучшее место для роста это северное окно или же восток-запад. Так, цветок очень любит влажность. Ну, чтобы создать влажность, наверное, уже все знают, как это сделать простым путем, то есть и опрыскиваем мы его, то есть 3-4 раза в день, или создаем дополнительный, ставим поддон с керамзитом и увлажняем вокруг него керамзит, то есть он испаряется, дает дополнительную влажность. Что вы должны еще помнить? Поливаем его теплой, отстойной водой, не хлорированной, и, ну, желательно, конечно, даже с кипяченой. Далее, что еще? Не выносит сквозняков и не выносит сильной тени. То есть если вы его поставите в самый далекий угол, то есть ему будет не хватать тени, он у вас просто может не зацвести вообще. Что вы еще должны помнить? Значит, при покупке вот такого цветочка или такого, ну, любого, помните, что он всегда продается в транспортировочном кашпо, поэтому, принеся его домой, дайте ему недели-две отдохнуть, привыкнуть к вашим условиям квартирным, и только после этого пересаживайте. Что вы должны помнить? Ком должны освободить обязательно от грунта, которым он был посажен при транспортировке. Это, как правило, какой-то торф, и, скорее всего, даже не очень такого хорошего качества, то есть он достаточно чересчур рыхлый, ну, желательно вообще его корневой системой полностью освободить. Ну, если у вас не получается, освободите как-то частично, или, ну, как получится у вас, желательно, конечно, все убрать. Берем горшок всегда чуть больше транспортировочному, на два пальца выше, на два пальца шире, ну, помните, спацифилум любит, когда горшочек потеснеет, то есть, ну, конечно, не надо его в такие вот жесткие условия сажать, чтобы он вообще там вбиваливаю в горшок, но, тем не менее, большие горшки ему не нужны. Обязательно должна быть дренажная система хорошая. На дно сыпем одну треть, это обязательно дренажно. Вот дренаж может быть крупный, может быть мелкий, смотрите сами. Почва. Вот это тоже важный момент. Всегда берите почву-смесь, обязательно цветочную, чтобы было вот здесь написано цветочная. Вот. И что еще интересного? Вот мне вот этот грунт очень нравится. Я прям вот его вам на вооружение ставлю. Вот я вот производитель Гера, здесь и Провиль, то есть добавлены компоненты, все необходимые вещества, прям вот, ну, чудо, не грунт. И сюда вот, вот в этот грунт, я бы добавила такой мох с фагмом. Для чего он нужен? Он дополнительно создает питание и дополнительно разрыхляет почву, то есть делает ее более воздухо- и влагопроницаемой. Для спацифилума это важно, он любит такое. Это единственный, наверное, из комнатных цветов, который зимой тоже стоит подкармливать. И кормить его надо зимой раз в 3-4 недели. Летом мы кормим его где-то раз в 2 недели, ну, можно раз в 10 дней. Специальными удобрениями тоже, чтобы было обязательно написано. Для декоративно-лиственных растений, цветочек. Удобрения тоже выбирайте качественные. То есть вот Бонуфорта, я считаю, что, наверное, на рынке одно из нас самых удачных. Здесь вот они с разными микроэлементами, есть яндарная кислота. Выбирайте, как вам удобно. Ну, наверное, вот все, что вы должны будете знать об этом цветочке. И мне кажется, при соблюдении вот всех моих вот таких вот рекомендаций, я думаю, что у вас будет он чувствовать себя очень хорошо и достаточно комфортно. Да, еще забыла сказать, поливать его нужно летом очень обильно. Он все-таки, помните, что прозрастает вдоль рек, озер и лучей, и болот. То есть он влаголюбивый, но зимой мы, полив, сокращаем в любом случае, даем почве просохнуть. Чтобы вот на один фаланг, когда вы проверяли, то вот там грунт должен быть слегка влажноватый. Ну, конечно, заливать его тоже не стоит. Всего вам доброго. Я думаю, что советы мои пригодятся. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин